В Красковском культурном центре подвели творческие итоги года. Галоконцерт фестиваля «Зимняя радуга талантов» объединил на одной сцене лучшие детские коллективы округа. Вместе со зрителями успехи начинающих артистов оценивала наша съемочная группа. Пёстрые, как новогодние игрушки, танцевальные номера чередовались на Красковской сцене со сдержанными выступлениями вокалистов. «Зимняя радуга талантов» собрала в одну новогоднюю гирлянду самые яркие люберецкие коллективы. Участников фестиваля не загоняли в тематические рамки. Коллективы решали сами – показаться перед зрителем в обличии узнаваемого персонажа или удивить аллегоричным образом. Ансамбль «Жар-птица» обратился к традициям древних славян. Постановка вслед за солнцем и упорные тренировки привели малаховских танцоров в ряды лучших артистов округа. Мы репетируем почти каждый день. Например, вот сейчас, сразу же после этого концерта, мы едем на репетицию к завтрашнему концерту. В этом году организаторы фестиваля получили более ста заявок на участие. Два отборочных тура определили лучших мастеров хореографического и вокального искусства. В список участников галоконцерта попало около 20 коллективов. Жюри оценило и другие таланты юных люберчан. Успехи в декоративно-прикладном творчестве и изобразительном искусстве не остались незамеченными. У фестиваля очень большая история, ему более 20 лет. И с каждым годом уровень профессиональный наших детей растет. Вот это поколение – очень талантливые ребята. Зимняя радуга талантов доведет до больших сцен. Диплом лауреата фестиваля – это аттестат зрелости для творческих коллективов. Его обладатели получают путевку на участие в конкурсах областного, всероссийского и международного масштабов. Луиза Игазарян, Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.